Да, я включу. В Ветислове Рав Ширке к разбору «Песни-песни» и комментариев на него, он упоминает очень важную работу Рава Кука к «Лемалах и Деют Бесраэль», к ходу переменам идей в Израиле. Я не знаю, как правило. И там есть разбор разных идей, которые на протяжении истории оказывают влияние, выходят на первый план в процессе истории в народе, в мире. И среди них он упоминает национальную идею и идею божественную. И в каком-то смысле он говорит, что в комментарии «Песни-песни» можно увидеть взаимоотношения между этими идями. Очень кратко, и Рав здесь это тоже будет упоминать, но так скользко, как бы он пишет для людей, которые в курсе. «Песни-песни» понимается аллегорически. То есть всегда здесь, во-первых, есть история, простая история любви между мужчиной и женщиной. Опять же, она ведь понята по-разному, что там именно происходит, потому что есть там нечто, что происходит между ними. А кроме этого есть аллегорические понимания, и разные комментаторы понимают это по-разному. Например, есть комментаторы, и очень многие из них, и наши мудрецы вам часто это так объясняют, что это рассказ о взаимоотношении к Нессе-Сраэль, то есть общины Израиля и Всевышнего, разворачивающейся на арене истории. Опять же, периодизация, как там это все разворачивается, у разных комментаторов она разная. И другие говорят, что это говорит о диалоге души человека, конкретного, отдельного, со Всевышнего и так далее. Есть много разных аллегорий. То есть это аллегория, она емкая такая, она вмещает в себе много разных пониманий. И это очень важно, то, что говорит Рамшерки, что здесь сосуществует идея любви мужчины и женщины, идея любви народа и Всевышнего, поскольку в некотором идеальном смысле эти вещи не должны противоречить друг другу. Нам кажется иногда, что любовь человеческая – это нечто природное, нечто земное, а любовь между народом и Всевышним – это нечто, связанное со святостью, над природными какими-то вещами. Но в идеале они сочетаются вместе, соединяются вместе. Но это так, очень кратко. Еще есть что сказать, может быть, я в середине вспомню. Ладно. Раб говорит, что это как раз и есть кодыш Кодашина, святая святых, когда они связаны вместе. Там еще был вопрос, о ком писал Шлома, о мужчине и женщине или о Шхене. И ответ такой, что во времена Шлома, когда был храм, такое разделение не существует. Да-да, вот этот идеал реализовался действительно во времена Шлома, в некоторые небольшие периоды. В общем, с другой стороны, это идеал, к которому мы движемся в процессе истории. Давайте начнем читать. Я приглашаю участвовать, перебивать, вопросы задавать, если что-то непонятно. Текст непростой, но очень интересный, поэтому важно его все-таки разобрать вместе. Окей, я только слегка не понял, что читать. Читать русский текст? Русский текст читай, а мы тебя проверим. То есть, у тебя, Андрей. Окей. Может, на иврите как-то читать. Не знаю, но глупо читать по-русски, когда у всех этот самый текст перед глазами нет. Или я что-то неправильно понимаю. Ну, мы же и раньше не читали текст на иврите, а делали синхронный перевод. Поэтому… Это было сложно и медленно. Это было медленно, да. Поэтому теперь есть предложение читать на иврите, а мы смотрим… Нет, на русском, на русском. Читать перевод. А мы смотрим и, если что, останавливаем, говорим, что вот это слово, оно глубже и так далее. Сейчас, Лиха, на каком языке читать? На русском, на русском читай. Вперед. А, просто по-русски? Ну, хорошо. По-русски вроде все могут читать. Влеки меня за собой, мы побежим за тобой исполнить волю твою. Нет, это не совсем так. Машхеня хреха на русском – это цитата. Влеки меня, за тобой побежим. А исполнить волю твою – это комментарий. По-моему, лучше как бы идти в основном по ивриту, я не знаю. Но мне так… Нет, тут у него на иврите тоже выделено. Да. Поскольку в стихе сказано «машхеня хреха на руссо», что значит «на руссо»? Это он комментирует… «на руссо» на самом деле это слово «побежим», да? От слова «на руссо» – «бежать». Мы побежим. Мы побежим. На руссо мы побежим. Да, мы побежим. А Рав комментирует на основе комментариев. Он говорит так, что, как это сказать, преобразует этот корень, считает его как бы, что он образован от слова «рацион». То есть это связанный корень, похожий. Поэтому, комментариев здесь сделаем, исполним твое желание. На руссо? Да, потому что… А мы тебя будем исполнять твое желание. Такое ощущение, что тот, кто это говорит, он стоит на месте. Он стоит на месте, и у него нет драйва. У него нет желания, нет возможности. Он стоит на месте, и он не может бежать вместе. Тогда он просит увлечь его за собой, чтобы у него по этому появился, я это называю, драйв, чтобы бежали вместе. Такое ощущение, что один статика, а другой динамика. Правильно. Но вот это вот вместо бега, он ставит здесь исполнение желания. Да, да, да. Хотя, то есть это как бы не отменяет простого смысла «побежим». Но побежим не просто так, а есть здесь намек на исполнение его воли. То есть мы не можем бежать, пока он нас не влечет. Ну да, но понимаешь, это тоже как бы с точки зрения иврита «машкени». «Машкени, тащи меня». Понимаешь, по-русски «тащи меня и побежим». Вообще, человек, как тащит, он как бы не бежит, понимаешь. Это не бег, когда двое бегут. «Машкени» — это я тащу кого-то. Да, да, все правильно. Я думаю, что это дает основание Рау сказать, что действительно речь идет о желании. Потому что это буквально «тащи меня». Да, конечно, конечно. Потому что играть с кармями можно всегда. А здесь не просто так, действительно есть внутренний смысл такой. Это совершенно... Да. Правильно. Окей. Цель песни — показать нам путь к совершенству. Шлемут. Да. Но что это за совершенство, которого хотят достичь люди? Да. У этого большого вопроса есть простой ответ. Ну, не знаю, но как-то... Тут как бы наявите сказано, насколько большой, насколько сложный вопрос, настолько простой. Да, да. Ну, в общем, это тонкости. Тонко, близко. Ну, да, что-то типа этого. Но он как бы раздвигает это, несмотря на то, что это такое высокое, ответ становится простой. Быть так, стать таким, как творец, стать таким, как хочет творец, чтобы мы были. Ну, да. А это творец, да? Родца Шенегье. То есть он нас сотворил с каким-то образом конечным, которого мы должны достичь. Да, как я понимаю. И это называется совершенством. То есть вот достичь того образа, то конец действия в начале замысла. И мы, получается, его должны достичь. Вот это называется путь к совершенству. Ну, да. Льет к фиши абурэ Родца Шенегье. Ну, да, но тут я не думаю, что у самого Рао у него тоже игра слов. Он тоже использует слово Родца, понимаешь? То есть он до этого сказал, что мы на Рао скидать хотим. Это совершенно сознательное слово. Она дальше расшифровывает даже. Ну, я могу сказать, что это быть такими или быть там, куда творец хотел, чтобы мы побежали. Да, все верно. Поэтому сказано, тащи меня за собой или влеки меня по-русски. Хотя мошение – это больше только тащить. Влеки – это немножко. Ну, да, красивый такой литературный перевод, действительно, влеки. Машхэни Ахареха на Руце. Влеки меня. Хотя тоже вот по-русски смотрю. Не зацикливайся, Натан. Давай пойдем дальше. Ну, сейчас, ну, подожди, это интересно. Вот смотри, ты поставил запятую. Влеки меня, а потом это. Хотя мне кажется, мошхэни Ахареха, тащи меня за собой. И вот тогда на Руце, а не то, что… Ну, в процессе конселяция не так. Машхэни Ахареха на Руце. Так это в самой… Ну, хорошо. А Вяне. Тут вариант тоже обыгрывается. А, окей. На Руце. Да? Ну, возможно. Но конселяция, по-моему… Я сейчас еще раз проверю на своих случаях. На Руце. Машэ Гурэм Ла Руц. То, что побуждает бежать. Рацион. Ну, да. Но это опять игра этих слов. Бежать Ла Руц и как бы желать – это рацион и лицо. Поэтому влеки меня за собой. Это я хочу вполне… Да. Но мы побежим – это побуждает нас бежать. Ну, да, что-то типа этого. Вы ешь ли, что ли? Да. И спрашивают. Ну, почему влеки меня в единственном числе, а побежим вам в Норосли? Ага. Я читал, потому что побежим мы побежим с тобой. Да. Но он меня… Я прошу лично. Влеки меня. Машхэни. Ло Машхэну. А здесь не скрасование, действительно. Ты влеки меня, а побежим мы. Ну, потому что Ахареха. Ты как бы бежишь. Бег с этими, со стафетой была, палочка. Ты хочешь сказать, что включаешь его, что он тоже побежит? Он все время бежит. Важно за ним как бы не отстать. Ну, это я не знаю. Во всяком случае, тут другое объясняю немножко. Ну, хорошо. Окей. Микки Иван. Потому что в нашем мире есть много желаний, но у Всевышнего только одно желание. Да? Ну, да. Так написано. Поэтому мы побежим, но благодаря тому, что ты влечешь меня. Пока все желания, что есть в мире, соединятся в одно желание. Есть носка из Рамхали. Давайте ее почитаем. Я ее не перевел. Это какая, третья? Да. А что это такое, алых самых, я не знаю. Инсов. Инсов, да-да-да, правильно. Единство, да, Всевышнего. Нет, это не Всевышний. Инсов, это при этом все-таки не Всевышний. Ну, бесконечного, да. Ну, бесконечного, да. То, желание которого только и существует, и все остальные желания только от него. Не-не-не-не. Никакого другого желания. Только одно оно. Одно большое единое желание. Валькен Голливадор. И поэтому там только это желание управляется, реализуется, действует. Окей. И никакое другое желание. И на этой основе все построено. Может быть, это можно понять, что как бы у человека, нормального человека, у него куча всяких желаний, правильно? Ты не только, не говоришь о том, что есть много разных людей, у них разные желания. Ну, хорошо, но просто, да, ну, хорошо, у разных людей разные желания, но их обидно. Я научу, я согласна. Из-за того, что у них много разных желаний, они в каком-то смысле стоят на месте, потому что нет главного вектора, нет драйва. И тогда он просит, возьми меня и объедини все мои желания в одно желание, тащи меня за собой. Прекрасно. Такая идея. Отлично. Я предлагаю здесь остановиться и всем задать вопрос, кто как понял, вот почему именно влеки меня, а побежим за тобою мы. После всего, что мы прочли, у кого какие есть еще варианты? Подойдем, вы обязаны спрашивать вопросы. Какое-то эхо где-то говорит. Ольга Хая, дорогой Александр из Саратова, Валера, Григорий, Гриша, Руфат. Ну, это непросто. Действительно непросто. Ну, хорошо. Ну, будем тогда дальше идти. Не знаю. Андрей, может быть, вы хотите? Мы надеемся, что Всевышний окажет нам помощь с небес. Да. И нам какую-то помощь. Сиадо дешма – это стандартная помощь человеку свыше его человеческих сил. Что-то такое, что помогает ему. То есть получается, что у Всевышнего есть одно желание. И оно было, и благодаря которому им, собственно, он все сотворил, и на всем это держится. Но поскольку все люди разные, у нас желания разные все, да, то он, и мы не можем достичь этого совершенства, пока мы не вошли в резонанс вот этим его единственным желанием, да. И поэтому то, что мы хотим, то, что мы никуда не движемся, мы ждем, чтобы он влек меня, да. Каждый ждет, чтобы его личное желание Всевышний направил к этому одному, его желанию. И тогда, когда эти все желания соединяются, тогда мы бежим уже все вместе. Поскольку желание у нас теперь соответствует его единому желанию. Ну да. Но только что мне, честно говоря, мне, как бы, мне, Катонде, мне не очень нравится, как бы, идея о том, что все человеческие желания должны слиться в одно некое... Ну, это вступление только. Мы дальше увидим, как это работает. Пока это очень странно будет. Зачем Всевышний в этом мире, он создал множественность, да. Он как раз хотел, чтобы все было много, люди были все разные, у всех разные мнения, у всех разные лица. Много разных животных, и птиц, и насекомых, и огромное количество всего. А тут, неожиданно, оказывается, что все надо быть. Объединить вместе – это странно. Есть еще вариант «потяни меня, и мы побежим», то есть ты и я. То есть это не все люди бегут, а бегут я и ты на русах. Но при этом Ахара – это за тобой. Мне кажется, это очень похоже на как бы все, что мы знаем. Софт и хард. Вот человек – это хард. Это хардвей, это физическая оболочка, правильно? Для того, чтобы он двигался, существовал, должен быть драйв. Точно так же, как, по-видимому, царь Давид говорит, самонавши. Если нет драйва, то человек, он может, как бы это живой труп, он не движется. А движется, когда должен быть драйв. Это все правильно, это ты уже сказал. А драйв сверху, поэтому да, он просит, дай мне этот драйв. Нет, ну кто-то, Рав же хочет сказать мне нечто дополнительное. Что-то, что связано с желаниями, с нашими и с желаниями Всевышнего. Он извлекает из этого стиха больше, чем просто «потяни за мной, я побегу». Да, но дальше он пишет, да, что вообще… Каждый лично хочет ему потянуть. Можно было бы все по-простому сказать, чем вся эта поэзия. Скажи просто «я хочу делать твою волю, и все будет замечательно, и тогда будем вместе бежать». Зачем вообще тащить туда-сюда? Тогда возможно было бы сократить песню-песню, да? Ну да. Возлюбленный было бы достаточно сказать «я хочу исполнять твою желание». Эта песня была закончилась, правильно? А почему тогда все эти, чему все эти сложные игры в прятки, так грубо говоря, правильно? Да, Всевышний помог бы своей возлюбленной, так можно сказать, дополнить, осуществить свое желание. Говорить, что это два похожи вопрос задается в Талмуде. Санеда, 97b. Относительно избавления. Бакешлы угола. Имидь Муамея. Да, если задерживается. Хакело, жди его. Если задерживается, ну, имеется, наверное, избавитель, если задерживаться, то ты его жди, правильно? Окей. То есть, как будто стоит ждать, нужно ждать. Ну, по-простому сказано. Если задерживается, да, то жди. Хотя тоже интересно с точки зрения иврита, вот это тоже, я часто себя спрашивал, то есть, на иврите, есть гораздо более простой глагол, задерживается, да, лейтакэф, например, когда говорят, что автобус задерживается, говорят, что лейтакэф. Итмаамея – это гораздо более сложная штука. Итмаамея – это какая-то, в общем, нерешительность такая. А кто-то меня слышит, когда-то все пропали, нет? Я задаю. Это когда медлит так. Медлит, да. Сменивается, колеблется. И мне кажется, это тоже однородное со словом «тамоа». Тамоа – это загадочное, непонятное, то есть, это какой-то непростой процесс. И не только просто задерживается, что по расписанию не пришел. Это какая-то более сложная штука. Ну, хорошо. Ну, это правда, совершенно. Потому что мы в отношении избавления действительно есть много сомнений. Ну, да, итмаамея. Вот итмаамея очень здорово. У нас есть много сомнений. Видимо, нам так кажется, что и у него есть много сомнений. То есть, вообще, «тамоа», почему он не пришел. Вот «тамоа», почему он не пришел. Да. Ну, хорошо. «Кэлумар ешла хакотле гоэль». Надо ждать гоэль. Надо ждать освободителя. «Аваль». Всегда есть «аваль». «Но». «Шма тумар ану махаким выу эно». Для того, чтобы не сказали. Да? Нет, нет. Для того, чтобы не сказали. А если мы скажем? Если мы скажем, да. Что это мы ждем, а он не приходит? А он не ждет? А он не ждет нас, да? Это я, честно говоря, не очень понял. Иначе… Почему мы должны его ждать? А он нас не должен ждать? Ну, вот это действительно. Иногда с некоторыми супружеских парах или с друзьями такая ситуация, что один все время ждет другого. вот папа мой всегда приходил вовремя, а мама не всегда, например. И часто приходит тот, кто, значит, фраер, а получается, он всегда стоит и ждет, ждет и догоняет самое неприятное на свете. Почему мы должны его ждать все время? Может, он нас подождет? Человек ждет автобуса, ждет, ждет, автобус не приходит. Но плюнул и ушел с остановки, и все. Поехал на дорогу. Мы не плюем. А вот, а мы не плюем. Тут же вопрос о наших отношениях. Мы не плюем, а их подождать. Какие у меня отношения с автобусом? Автобус ждать не будет. И я вообще с ним его отношения очень временно. Я зашла, проехала и вышла. А тут говорится о возлюбленном. Тут говорится о постоянных отношениях между народом и Богом, который уподобливается любви мужчины и женщины. Почему? Кто-то один все время должен ждать. Вот этот вопрос сдается. Но… Окей, то есть кто кого ждет. Поэтому Талмуд говорит. Поэтому… Поэтому мы учим. Талмуд Ломар, да, говори. Талмуд Ломар, мы учим. Медлит Господь. Лахен и хаке Ашем лэ хан хэ хэм. Вот тут, конечно, глубже вот эта фраза. Ее так однозначно не переведешь. Лахен и хаке. То есть ехаке ждет. Это то же самое слово, которое ждет. Но при этом он ждет помиловать вас. С одной стороны, он ждет и не милую. С другой стороны, он ждет, чтобы помиловать вас. Он ждет нас. Когда мы дойдем до такого уровня, что можно наконец нас помиловать. Но, Андрей, ты исправь. Потому что это такое устойчивое выражение. Талмуд Ломар. Я не знаю, как точно по-русски сказать. Но оно используется сказать, что мы учим из этого стиха приблизительно вот так. Ну, не сейчас, а в принципе. Хаке Ашем лэ. То есть получается ситуация такая не вин-вин, а наоборот, проигрышная. То есть оба ждут. Оба ждут, и ничего не произойдет. Всего ждет нас, а мы ждем как бы его, и ничего не происходит. А, это возвращается к тому, почему просят «тащи меня». То есть это вот тейку разбить. Так оба стоят и ждут. Тогда он говорит, а что ждать? Нет, нет. Это может быть такой ответ, но он отвечает здесь по-другому. Как в том анекдоте. Фиг ли думать, прыгать надо? Ну, прыгать надо, что ждать-то? Ну, хорошо. Шаанум и хакем вы умы хаке. Мима Акеф? Потому что мы ждем. И он ждет. И тогда получается Мима Акеф. А кто же тогда задерживает? А задерживает свойства суда. Мидат 1 Мя Акеф. То есть, поэтому кто является тем Горэмом, тем той причиной, которая задерживает? Так, что ли? Ну да, если двое в одинаковых состояниях. Один ждет, другой ждет. Ну да, то есть получается, что по настоящей причине это не в двух статистах, которые стоят и ждут. Правильно? То есть есть Гоэль, Машех, который стоит и ждет. Мы называемся Митма Аме. Есть Ам Исраэль, который тоже стоит и ждет. Вот они оба стоят и ждут. Кажда по своей причине. У каждого есть пасук, на котором у нас новая история. У каждого есть свой резон, почему он Митмаме. А тогда спрашивают, а кто же реально задерживает? А задерживает реально Мидат 1. Правильно? То есть, мера свойства суда. Окей? Но ведь автор Шлумо, правильно? Царь Шлумо? Вроде да. Так тогда о каком Машехе они говорят? Храм построен, все великолепно. Это пророческая книга. Хороший вопрос. Какая-то считается, не относится к Хновим, в смысле к пророкам, а относится к Тувим. Но тем не менее, те, например, комментаторы, которые говорят, что это описывает всю историю, почти всю историю отношения Всевышнего с народом. Как бы получается, что это некая модель такая, которая не заканчивается на Царстве Шлумо. Но Гриша правильно спрашивает. Он долго молчал, но вот тут бомбу вообще подкинул. Потому что мы говорим, у нас действительно на автомате говорится, вот придет Гуэль, придет Машех, построит храм, все, совпасов, коммунизм приехал. Отлично. А действительно вопрос. Писал Шлумо, храм у него был, а че ему не хватало по жизни? Все как бы замечательно. Марти Куна, исправление как бы всей остальной реальности. Другие народы не исправлены совершенно. Хоть храм и есть. Нехама революционную вещь сказала, что, по-видимому, ожидание Машеха и Геулы не закончится с построением храма. Опа. Нет, не закончится, наверное. Кто-то что-то сказал. Да, вот замечательная фраза была, я не помню, это кто-то из вас сказал, а где-то прочитал. Она мне, честно говоря, так запала вообще, вот что народ как бы ждет не храма, или народ ищет не храм, а народ ищет дорогу к храму. Да, это мы говорили. Это вот сочетается очень хорошо, потому что храм это как бы то, что в конце дороги стоит, все, приехали. А вот дорога к храму действительно, дорога может вообще говоря быть бесконечной. Ну, а никто не сказал, что храм это конец пути, совершенно, нигде это не сказано. И как раз в Скине, она такая была дорожный храм, который сопровождал дороги. Поэтому, если пользоваться этой моделью, то нет противопоставления между дорогой и храмом совсем. Ну, вопрос, я не знаю, вот Гриша тут как бы молчит сейчас, но, может быть, я продолжу то, что он хотел сказать, как мне кажется. Если грубо говорить, а что не хватало Ашламу Амелуху, если он написал? Храм был, жертвоприношение. И все, уже все было хорошо. Да, а зачем? Не было никакого, полное долпоклонство в его же время было. И другие народы, все совершенно были, он пытался эту идею раскручивать с помощью храма, с помощью там. Такое впечатление, что он не чувствовал, что он не чувствовал присутствие Всевышнего, несмотря на присутствие храма. Почему? Но это недостаточно. Это еще не конец пути. Потому что вся Широширима – это игра в прятки. Какие прятки были во времена Шлому? Действительно, стоял храм, жертвоприношение, ну все, сова были гамры. А в середине Широширима у нас все, сова были гамры. Ну, хорошо, да. В середине такая любовь, такая любовь. Мы просто видим там ее воплощение реальное. А потом вдруг, ты говоришь, игра в прятки. Игра в прятки. А, то есть это он как будто бы оглядывается немножко назад, во времена… Либо вперед. Либо вперед. Ну, там, я же говорю, это эллиргория, есть разные временные, они описывают как историю взаимоотношений, но вот что это соединение, или это времена Шлому, или это дарование Тары, это разные комментарии. А может быть, Шлому Амеллах просто выражает некоторое вечное, постоянное состояние человека? Да, да. Вне зависимости от того, есть храм или нет храм? Да, да. Я скорее с этим согласен. Окей. Ну, хорошо, идем дальше. Мне кажется, что храм, то время, когда он стоит, это как будто какой-то процесс, да, как запущенный на компьютере, какой-то перезагрузки. Раз там подключили, все, пошло, вся вселенная начинает исправляться, исправляется, исправляется, исправляется. Раз поломали храм, все, процесс окончен. Но процесс был не завершен, и поэтому разрушили храм и так далее. То есть он не дошел до самых отдаленных концов реальности еще. И об этом, мне кажется, говорит Шлому. Да, но храм просто не решает все проблемы. Возможно, когда есть храм, процесс идет по-другому. Когда нет, он все равно идет, правда же. Но по-другому. Возможно. Ну, хорошо, продвинемся дальше. Так и мало, айкув, шельмидат-1. Но в чем же задержка свойства суда? Этсэмзэ, а вот заключается в том, что мы не хотим, то, что мы не хотим по-настоящему. Да, мы не хотим по-настоящему, да. Так прям по-простому написано. Лихора, как будто. Ну, давай, читай. Это получается очень долго. Да, на первый взгляд все ждут прихода Машейха, что был построен храм, чтобы вернулась Шхена. Но кто реально готов встать и действовать, взяться за дело? Где это? Штагзаровски на Авальми, БМЭМЭТ, Мухан, Лакум, ЛИФОН. Это верно. Да. Лаиратэм, ЛИМСИМА. В этом корень всех задержит. Ну, хорошо. Реально, ну, он даже говорит это. Я не знаю, он это говорит дальше или нет, но это почти всегда так. И сейчас, например, мы там, ну, скажем, люди молятся за «верни меня в землю Израиля» и так далее, а сам сидит в Бруклине совершенно глупо получше. И то же самое с храмом, и построй храм, и вернись в храм и так далее. Ну, кто сегодня, кого это заботит, чтобы храм был отстроен. И так в отношении многих очень вещей. Теоретически мы хотим этого спасителя, да? Да, значит, анекдот очень известный, когда были слухи о том, что в местечке пришли слухи, что там скоро придет Машейх, и всех привезет в Аэр-Ис-Исраэль. И в ужасе муж говорит жене, что я буду делать, у меня тут лавочка, у меня тут дело, и как это мы все должны бросить ехать в Аэр-Ис-Исраэль. А жена ему говорит, ты не волнуйся, много несчастья, народ еврейский за всю его историю пережил, и Машейх, и мы тоже как-то не переживем. Да, 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 да. Вообще, конечно, у меня даже была идея такого короткого, короткие серии мультиков сделать, вот один из них был как раз такой, стоят евреи и спорят, потому что мы все время спорят, да, что надо делать, так молиться, сюда молиться, приезжать, не приезжать, все. В это время за их спинами, вот, спускаясь в третий храм, они поворачивают на секунду голову, машут рукой и продолжают дальше спорить, уже с большей силой, куда войти, как войти, кто должен ходить, все, абсолютно. Проблема, получается, в отсутствии желания, да, если бы было желание, то мы бы действовали просто, побежали бы сразу. Раф, мне кажется, у него центральная, как бы, идеология релсина, если так говорить по-простому, это идеология действования. Поэтому он все время, как бы, проводит, он не говорит про желание, он говорит. Нет, он говорит про желание. Мы не хотим по-настоящему, а если бы хотели, мы бы действовали. Источник действия – это желание. Ну, хорошо. Здесь у тебя нет настоящего желания. Ну, да, желание-то у меня есть, как когда-то был такой фильм итальянский, я не помню. Там муж говорил, ну, желание-то у меня есть. То есть, желание у меня теоретически есть, а практически он уже не способен. Окей. Итак, «Зе шорош коля и кувим». И в этом корень всех задержек. Окей. «Песнь, песня от начала до конца – это песня ужасной трагедии». Да. «Возлюбленный всегда готов выйти навстречу возлюбленной, но она не готова принять ее». Его. Его, да, слиха. То есть, «Божественная идея всегда готова к раскрытию, не готова национальная идея». «Читай народ Израиля, либо мир, реальность, природа, душа и т.д.» То есть, «принимающий». То есть, тут главный ключ к Широ Ширим, да? «Кто вот эти возлюбленные и возлюбленная?» «Возлюбленные, понятно, это Всевышний». А то, что вот это «Рая возлюбленная» – это и народ Израиля, и душа, и мир, и реальность. То есть, на всех вот этих планах одинаково мы считаем Широ Ширим. «А при чем тут был тогда, я не понимаю, мир и суда? А при чем сейчас мир и суда?» «Это мир и суда». «Нам сейчас сказали, что вся проблема в народе Израиля. Хотя до этого была идея, что оба стоят и как следует». «Мы ждем, да? Но мы не ждем так, как следует. И эта мера суда видит. И она не уголяет». «Он говорит, мы не делаем, как следует». «Ты говоришь, мы не ждем, как следует». «Нет, нет. Если бы мы хотели, мы бы делали. В этом все заглостно. Невозможно тебе… Можно привезти лошадь в колодцы. Нельзя заставить лошадь пить. Вот она и стоит в колодце и не пьет. Вообще-то она хочет, но или могнуться там, я не знаю. И мир и суда не позволяет продвинуть этому процессу, пока лошадь не соберется с силами, начнет пить. Ну хорошо. Что такое мера суда тогда в этом смысле? «Именно. Он, по-моему, ушел просто от этого и все. Я тут вообще не вижу никуда». «Он ответил на вопрос, что такое мера суда, это то, что мы не хотим по-настоящему». «Это ограничение. В мере суда всегда ограничение. Если снять ограничение, тогда бы он к нам пришел уже». «То есть меня кто-то ограничил извне, и поэтому я не хочу по-настоящему или как?» «Нет, я сам себя ограничиваю. А, то есть это во мне мера суда». «Да, но вспомни, все-таки мы обсуждаем самый первый пасух. Он должен быть в голове. Он начинается машхене наруцей. Должны тащить». «Нет, самый первый пасух это не этот, он не так начинается». «Ишакене мишко бимон». «Ишакене мишко бимон». «Ишакене мишко бимон». «Это первый пасух, который Раф обсуждает. Мы сейчас все время обсуждаем. Мы не ушли от этой фразы, которая была начала». «Да-да-да, все правильно». «Надо тащить». «А вот он не тащит. Он стоит и ждет, а я стою и жду, чтобы он меня потащил». «Да, получается, я должен захотеть, чтобы я захотел. Я должен попросить его, чтобы он дал мне такое желание, чтобы я стал действовать». «У меня нет своих сил. У меня нет сил тащиться. Мне надо, чтобы меня тащили». «Ну да, я прошу, тащи меня. Я хочу исполнить волю твою, но на самом деле я не хочу, иначе я бы действовал. Поэтому накрути мне до максимума желания, чтобы я побежал». Вот это все, собственно, что мы можем сделать. Ну так я понимаю, да, вот эту строчку. «Машка, я не охоряю на русском». Похоже, что да. Но вообще великий русский язык, потому что фразы «я тащусь от него» вообще говорят. «Да, человека сильно тащат». «А меня тащит». Нет, знаешь, есть же такое выражение про «я от него тащить». «Я тащусь». «Торчу, торчу от него». «Нет, тащусь, я тебя тащусь». «Торчусь тоже так». «Ну да, окей». «Тов Келомар. Айдея». «То есть божественная идея всегда готова к раз...» «А, это мы читали». «Нет, подожди. Принимающий, да, Макабель мы закончили, да, Шаровкук». «Да, так говорит Равкук. «Национальная идея начала спускаться к практической тактике, и шхена народа спустила». «Сейчас, секундочку, где это написано?» «Ну вот она». «А, айдея или умите хэла ларэдет эля тахси самаси». «Ну хорошо, тахси самаси». «У шхена та ума ярда». «То есть народ должен начать что-то делать, чтобы спустилась шхена». «И вот когда он начал делать, тогда спустилась шхена, я так понимаю». «Ну, Равкук говорит про современное ему время, он имеет в виду как бы воссоздание, возвращение или воссоздание государства Израиля, либо это про Шираширим?» «Когда идея или умите хэла? Когда она идея? Когда она и хэла?» «Ну, про все движения, конечно». «Я думаю, что да, он говорит как бы про современное ему время, такая…» «Нет, в этой статье он говорит про всю историю, про то, как они все время находятся в динамике, эти две идеи». «Когда началась национальная идея…» «А какой давар-то я не понял? Это давар, про который Равкук пишет?» «Нет, ну вот это вот…» «То, что сверху готово, а снизу не готово. То есть пробуждение снизу вызывает пробуждение свыше. Вот эта идея, что он готов, а возлюбленная она оттормозит». «Да, это да, на протяжении всей песни». «Ну хорошо, окей, Сабаба». «Это первый кусочек, там может быть есть у кого-то вопросы, потому что мы прочитали. Дальше будет новое разделение». «Гриша, где ты?» «Не знаю». «Здесь на вопросах пока нету». «Ну хорошо, давай, готовь следующую бомбу. Идем дальше. Вот, теперь у нас тут тема с чернотой. «Шхурани». «Черная». «Чернота нарушения». «Чернота нарушения». «Шхурани». «Преступление». «Ну почему? А потом же написано «Шхуранава», то есть красота из-за того, что сильно загоревшая, нет?» «Ну, в этом как раз вся фишка». «Шхуранава». 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 «Черната нарушения». «Ну это классический комментарий, а с другой стороны «Наба». «Ну там же, по-моему, про Мошей Рабейну сказано, да, что у него жена кушает, и там кушает вроде…» «Нет, нет, это…» «Что черная не к оскорблению, там красивая, красивая, в том смысле, что она…» «Ну правильно, но в данном случае это не так, в данном случае это нет». «Шхуранава». «Шхуранава», « researchers», а, «что красиво, а, но красиво». «Что красиво». «Что можно и красиво, это же и так, и так?» «Нет». «Но они противопоставляют, в этом в комментарии противопоставляют лето многие комментарии вот так для представления. «Шхуранава», «Черная а, но красиво, дочери Иерусалинские, как ШME», «Шадры Кидара». «Вот у нас поселок Кедар тут рядом находится, 15 минут въезда к статье. как завеса шлому этого местное реале так как кидар так и называется скоро они вы на ваб нот ирушала им кио леки дарки или от шлама да 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 как шатры кидара как завеса шлама объясняют наши мудрецы черная преступлениями какой ужас так собрание израиля черное должно очиститься и хотя черная но на самом деле внутри себя я красиво ну то есть наезд на черных окей и надо вынуть всю эту черноту до апрельсии нужно вывести черноту и тогда возлюбленная будет достойно возлюблено в чем причина черноты греху интересно как наши друзья их его получите куски ну хорошо ладно пропустили в чате вопрос да а я не да есть что пишут что народ пишет а вот хая если эта песня любви народа ашему то как бы с коллективной ответственностью так что про коллектив может в этом и проблема что коллективно трудно любить один любит а другой с народа грешит не знаю про коллективную любовь тут вообще говоря я не знаю про коллектив шломом их вообще не коллективом писал он вообще сам по-моему писал нет как а если ахарейка нарук сам и побежим это про коллектив национальная идея может быть ну да да наверное хая права да действительно правильно когда наруц это во множественном числе очень может быть имеется ввиду не только двое а вообще весь народ это надо различать есть мошалинин шайт есть история простого смысла скажем так история любви мужчины и женщины и эта история есть ее она дает тоже нужно понять так как она развивается а есть аллегория которые тоже много очень разных и много разных если мы говорим о взаимоотношениях международным израилем а если женщине мужчины то они там окей ну хорошо продвинемся чуток дальше да так может в чем причина черноты грехов мы как бы на этот вопрос не ответили правильно переходим к следующему стиху из шире шире саму не нотыра это кромим кормишь или лоно тарте меня поставили стеречь виноградники а вот свой виноградник я не стерегла не уберегла окей это что такое какие виноградники стережет собрание израиле что такое мой виноградник который она не стерегла а вот сейчас начнется известно который она не стережу они надо да 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 ну то есть я занят распахивание чужих полей известна склонность евреев продвигать культуру народов мира из большой заботы о будущем человечестве проистекающие из любви к народам мы охраняем их виноградники лауреат и нобелевской премии любой области где мы видим успех культуры народов можно записать этот насчет евреев которые были замешаны в этом как он пишет замешаны но уравим тут что-то иосиф глузман по-моему просто говорит я выключаю если заходит что-то сказать включи микрофон потому что там идут помехи дальше и само собой свой виноградник я не стерегла ну хорошо это более-менее понятно да еще в начале израильской истории мы нашли две конкурирующие тенденции в отношении того как должны действовать еврейская семья на хор и сыновья выбирают жить как арамейцы до пустивший корни в другой культуре ведая космополитические намерения исправления мира который не идет через национальную генетичность то есть это как это был интернационал правильно надо тут обратить внимание заострить это я думаю что это не значит что евреи не настроен на то чтобы исправить весь мир конечно не настроен только они идут другим путем не погружаясь там растворяясь народа из мира а через национально свою национальную идентичность это да и но это в идеале как бы но здесь как раз в этом проблема да что они не идут путем идентичности они идут путем вот то что мы учили путем йосефа который там грезил об исправлении мира потом он попал в египет там остался разные эксперименты там делать это вот как раз евреи которые живут среди народов почему потому что их влечет вот эта программа исправления мира которые в них строим да но они ее космополитически реализуют вот политики то в культуре в искусстве да но поэтому от этого они черны получаются что значит они черны получается они как бы впитали нечистоту от этих народов среди которых они жили не думаю лев пинскер нерелигиозный на на то время он выразил это в слове другом но близком по смыслу автоэмансипация должна быть не если эмансипация тут на хор а если автоэмансипация это авраам и тогда получается религиозный сианин окей идем дальше я просто хочу сказать что есть вопрос какой есть вопрос такие бны и миссанов я матери моей которые поставили народ израиля стерещу жили наградники кто другие народы это классический комментарий но ровшерки просто его очень развивает думаю тут как бы с точки зрения какой-то история софия народом в кайф вообще что евреи занимаются как бы продвигает но какой-то момент они начинают обижаться то появляется антисемитизм да вот поставили их над деньгами а потом говорят что они мамон всего мира правильно то есть как бы но в принципе как бы народом в кайф что евреи продвигают но при этом если если и занимается только этим это приводит плохо и для народов мира для евреев но почему но почему на хор они и сф на хор более чистое потому что я думаю что откололся и не был связан как бы с авраамом с вот этой линии семитской а а юсеф но все-таки это братья это все и как бы дальше минаши и фрайли ответить на хор это еще до того как вообще выбрана этой линии когда до того как существует народ из начиная с якова уже существует народ израиль он израиль называется да и тогда вот этот вот отход там или выбор он может быть разный но изначально вот это вот начало этого разногласия строить ли народ национально строить ли народ для того чтобы исправлять изнутри без построения она идет до окей я думаю что тут есть легкий примесь цинизма кадаров употребляя слова тонкая эвдель дак он так с юмором я думаю пишет смысле что она совсем не тонко но это тонкое различие между косполитизмом на хора и универсализмом авраама окей на самом деле на этом этапе она действительно может быть тонкие потому что не очень видно в тот момент как изменится чтобы это будет огромная разница действовать через построение народа или авраам было просто напрямую сказано там его грубо говоря потащили ему сказали лех леха иди к себе все однозначно вектор был сказан иди куда и потом скажу самое главное иди все ну окей дальше и авраам сначала склонялся действительно к линии авраам отец арама но это как бы но именно когда отделился от остального человечества союзом обрезания тогда стал авраамом отцом народов да потому что после того как он обрезался ему было сказано что ты станешь отцом да афа монгуи да окей и все же в конце дней будет исправлено и все же в конце дней будет исправлено все об этом сказано ясно в пятом стихе ноши расширим по-видиму да и млоэ киди лаха я фабы нашим силах бы и кви отц он если ты не знаешь этого прекраснейшие женщин иди себе по следам овец по следам овец понимает следы машина вау когда как мы знаем все приведено в порядок еще раз и вот и динам поясни там возлюбленные спрашивали да где пасешь ты где отдыхаешь она его ищет где находится ашем да и ответ на это что иди себе по следам овец что это значит следы машина то есть конце по-любому будет исправлено все это вот как раз ответ на вопрос руфата в чате вот то есть в любом случае но при этом как там внутри вот этого мы вот это и учим ну вот мы ищем эти следы куда идти собственно мы знаем что он где то там есть и надо найти эти следы путь по которому к нему идти давайте начать обратим внимание увидели что руфат написал да где-то сказано что маша их придет либо когда весь народ станет правильным либо когда будет злодеями получаешь ну маска есть такое но мне на перв больше нравится вот такая сейчас современная идея о том что маши в каком-то себе в каком-то смысле не человек а процесс поэтому не надо как бы таких отметок дело действительно вот когда все станут либо праведниками либо все этими то есть какая-то вот просто отметка времена и мы ждем когда-либо так перевернуться либо не так привернется а когда машик в каком-то смысле это вообще процесс не совсем понимаем я думаю не всегда хорошо понимаем что и по простому конечно это трудно понять и есть разные интересные мысли по этому поводу но это не совсем связано с нашей темой что значит поколение что все уже не может быть реально правильно то есть это означает что это 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 реально такие задавать условия которые никогда не выпал не выполнится либо например когда весь еврейский народ будет соблюдать один раз субботу но это красиво не дайте на субботу бывает но бессендер но это реально две субботы но опять же в них нет это первое это вы сказали ты стал ну да а вот про две субботы это кто-то придумал не знаю ну красиво да насколько мне известно не изначенных источников хотя конечно я все сто процентов не знаю окей бессендер гамур ожидания возлюбленным идем сколько-то дальше а цепи я а цепи я а цепи я ледород этот дор правильно ледот да 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 правильно и так в этой главе и также на протяжении всей песни есть намеки выражающие надежду на встречу с возлюбленным которые можно понять так же как описание порождение израильского народа начинают блары сина и до сегодняшнего дня тут он тут наверно какие все таки события это такое ожидание порождение истории в смысле просто историю данном случае вытекающие друг из друга это более красивое название не хочет сейчас управляться но например монету очень сильное различие делать между словом истории и словом для него это ключевое слово вообще поскольку раф шерпи ученик монету это тоже не просто то есть ну я не просто не хочу сейчас управляться история отличается в этом смысле это не мы представляем собой это описание событий развития событий а толдот это описание идентичности по простому хочет сказать что вся история еврейского народа ее можно понять как на одежду на встречу с возлюбленным да да понятно поэтому это не просто история это окей вы маша например детки например на маша альбе амата например в синайском откровении мама тарсинай а почему до сегодняшнего дня написано что-то например в мама тарсина и шак и ними наши копилу ну это один из из моментов в наших отношениях в разных поколениях нет что как бы самая первая строчка и шак и ними наши копилу она означает стояние у горы синай да потому что вот эти поцелуи это исходящие из его уст слова 10 речений до речения да 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 правильно вообще странно что все таки надо было я дико извиняюсь данных стран уж такие как бы вещи не соотносим надо было завертывать такие чисто эротические вещи он пришла мостике был прокручен на женщинах нет такой впечатлений ну нато принижайте вещи я специально сказал несколько слов про поведение мы же не как раз это посвящает ну хорошо окей когда это подводишь этому черту в двух-трех предложениях это менее понятно чем когда читать ну хорошо но это все таки такое отличительное произведение скажем да что так было как бы не знаю в в резком корпусе как бы святых них есть так совершенно отдельно правильно потому что надо показать что это одно и то же это связь и любовь человеческая земная природная может быть именно шлама у которого было там сотни этих самых жен вот он может быть как бы он допер до этого тоже что нет как бы разница между этим этим интересно мне такая политика нравится больше да пускай до называется мэйкла а сколько было у шлама детей вообще немного да говорит детей было немного это говорит о чем что на самом деле все это были нереальные браки ну хорошо ладно то бесседер этому мы светим особое занятие углубляемся дальше а тут будет дальше спрашивается какая любовь о какой же мне идет речь и это все интересно я понимаю да она всех завораживает ну хорошо идем дальше так поцелует он меня своими поцелуями это означает мама тарси на этой синайское откровение речений так дальше до амрух азаль что сказали мудрецы первые две заповеди первые две заповеди я господь бог твой и не будет у тебя сверх меня ами пи агвура шмаум то есть а слышали это непосредственно из уст всевышнего правильно да и так дальше следующих стихах песен описывает стремление собрания зале к всевышнему на горе синай вот так и и тогда произошел грех золотого тельца вот так и вот тут-то приходит грех золотого тельца а чамелых бэмсибо чего нерди натанрей хо пока царь был на пире мой нарт источал запах насколько я понимаю это свадебный пир до получения вот ускорение у горы синай на самом деле здесь в этом комментарии понимает что дал плохой запах не источал за натанрей ход если заводить о том что она изменила ему на арт это что это это кто такой на арт это тоже что-то какие-то пряности нет благоуния какие-то да но натанрей хо он завонялся назван это нардом чтобы не осуждать не осуждать то есть это так как бы милосердно сказали на самом деле тут имелось ввиду что дошел нехороший запах от того что невеста сотворила с тельцом во время хупы ну да я так понял вот это не по всем комментариям так но многие очень так комментируют это будет гетин 306 п на окей кэкала шекель киллабы хупата вау как невеста который изменила под хупой умер талмуд и тут говорит талмуд в трактате гетин и идея здесь это смысл в умел бы квотках баланса род ну и понятное дело что после этого пошли всякие царот несчастье то бишь и так как вы как я вот они перечисляются строго морда деле бенша да я ли нашу что-то плохого пучок срор миры возлюбленный мой у меня меж грудей моих прибывает на учет плохого морда 40 марта пучок миры несмотря на то что я страдаю горько это противопоставление что я страдаю цар и горько мар и горько мне все-таки меж грудей моих прибывает ну то есть тут намек что пучок миры церрор а мор слово церрор от слова цар это тесно страдание от слова мор мира это от слова горько мар вообще непонятно это это русская мир то это что такое мар мир то что такое мар но мира есть такой благовоние до мира называется но она совсем не горько и вообще говоря нет но это тоже пучок они они хорошо мне немножко притянуто вообще говоря но это пучок который намекает на страдание а мор намекает на горькость хотя он меня не горький сам мур он не горький мир она не горько это благовоние но в этом толегорическое толкование это не по простому смыслу вообще связи с тельцом греха тельца после греха тельца начинается страдание народа несмотря на то что горько и страдает тем не менее он бен шадай линда я думаю вообще звучит честно говоря иврит все выдерживает ну хорошо меж грудей вообще ну так это же еще там есть похожая строчка в таилим бацель шадай итлунан да там же однокоренное слово итлунана здесь я лин только там шадай как имя ашема здесь ну да это же параллельно ну да и тхалявы масса арох бэмин бар арох маши цепина мы начали долго странствия по пустыне более долго чем мы ожидали окей это мы разобрали первую главу я вас мне понравилось я не знаю народ который безмолвствовал скажите вам понравилось или нет мне понравилось а народ вынужден отвечать ему понравилось а вот александр из города моего прадеда пишет из саратова мне кажется что мне кажется господь прежде всего ждет действия человека правильно что на правильно мыслишь абсолютно равширки говорит то же самое он как бы закапывается если мальта сказать до причины почему же мы не действуем хотя мы хотим брать это сложно иногда наши простые жизни то же самое я вот очень хочу пойти выйти сейчас на пробежку уже восемь часов кричи машине машине на рутся да 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 и не побегу потому что уже восемь часов и вообще говоря мне конечно желание причем здесь часы желание все желание есть но они достаточно сильные желание понимаешь у нее нету главного да я больше хочу сейчас это самое выпить чай и пойти спать понятное дело но это реально это хорошо это низменный такой но он он действительно во многих вещах не только в неизменных вещах что человек там каждый день дает себе обещание там определенного рода я буду бегать или я буду делать йогу или я буду прочитывать столько-то псанов а потом оказывается что почему-то нет сил нет желания нет желания нет желания есть но желания нет это очень непростая ситуация мы совершенно замечательно пообщались мой личный вывод такой что надо чтобы тащили так сильно чтобы от этого тащиться в этом отношении русский русский язык очень сильный смотри на то я хочу хочу сказать на самом деле это она к нему обращается но когда реально не приходит она мне цена не делать нет у нее я всегда задумываюсь о том что происходит во время молитвы на самом деле она все построить на том что человек понял что ему нужно чтобы он захотел это как раз самая такая проблема . когда ты не хочет достаточно он тоже вы стоите ждать пока ты захочешь окей надо рушить статику должна быть динамика должна быть динамика кто-то кого-то господа мы за движуху так руфат спрашивает руфат раф шерки на русском но в каком смысле есть есть книги то есть прямо переведенных книг рафа шерки на русский пока нет есть много статей которые андрей который андрей в основном переводил на хампом тоже на нашем сайте посмотрите там есть специальная категория рубрика называется раф шерки потом вышли да 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 слеха 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 правильно на хама правильно говорит там есть ссылка прямо идите на сайт где исключительно раф шерки по категориям совершенно правильно раф кук есть точно так же сайт напишите мне в чате я вам пришлю натан котлеров ведет сайт где его переводы его уроков его статей по рафу куку на самом деле мы скоро закончим уже эту книгу рафу кука рот от шула то есть свет вы и одна почти вся эти все отрывки они переведены и в конечном итоге напишите мне напомните мне в чате я вам пришлю все ссылки нет проблем хорошо мы на этом заканчиваем на хама андрей ольга руфат х александр валера двора у меня у меня вопрос был но я в чате его задам сейчас быстро не можно просто у меня здесь громко дети будут шуметь и не будет слышно ну ладно я быстро попробовать что насчет желания да мы говорили здесь то есть вы говорили и здесь как народ как целое еврейский народ ему трудно любить хашем как одно целое потому что например есть евреи которые любят хашем есть евреи которые не любят хашем и поэтому когда говорит тяни меня да то я так понимаю что он говорит на салам шлом он говорит чтобы как народ да один как одно целое но если раздробить это на отдельно очень совершенно верно и об этом еще раз будет дальше говорить следующих главах это вы очень верно заметили эту проблему и она будет дальше правда андрей да ну хорошо все хай молодец замечательно сказали у меня есть внутренние как бы я против того нет евреев которые не любят ашем такого просто нет 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 такого юрия нет ни в этом день а ваша бода от любовь которые знание любовь которые вот реализуются есть непроявленные любовь дальше правильно но на принципе такой же действительно желание всех разные каждый в своем каком-то в раздробленности есть и как это сделать так чтобы тянуть всех вместе это вообще проблема даже если не старте так любит ашема не любит ашема в принципе даже если все любят по-своему слушай слово еуде еуде что такое еуде тот который прославляет всевышнего на немод человек который еуде не прославляет у него имя такое прославляющий всевышнего клеймо такое просто как у каина все хорошо нет разногласий я думаю каждый любит его по-своему пишет сценарии мультиков советских да которыми он прославляет ашема начинаем их смотреть и там такую кабалу находим да вот она любовь это кто это кто это кто ну у нас там и один мультик разбирали у нас есть чат по искусству смотрим а кто сценарий написал там какая-то еврейка да вот родители все да да конечно послушай посмотри ёжик в тумане ну понятно кто это мог сделать всем спасибо пока было замечательно руфат напишите напоминаю про дискуссию в начале урока хорошо напишите мне я вам все я вам все пришлю это спрашивает про про дискуссию напишите мы можем с вами пообщаться и так и на народе как хотите на самом деле он вы не обязаны принять сто процентов то что он вам будет говорить но за его мнение тоже как бы важно окей говорить она тоже вообще плохого не скажет окей ну хорошо все всем счастливо пока пока это у меня когель сгорит когель сгорит когель лаги